Эти люди еще не знают, что завтра начнется война. Это случилось в ночь с субботы на воскресенье, ровно 73 года назад. Только тогда местных жителей разбудили звуки разрывающихся бомб и снарядов. Сегодня, за несколько минут до рассвета, спящий Брест будет гудок поезда памяти. На нем 300 пассажиров, среди которых ветераны и участники молодежных объединений. Пункт назначения — крепость-герой. Для меня, конечно, это большая скорь, потому что много моих знакомых, родственников погибло в этой войне. Это было все наяву, и в 4 часа утра нас по-настоящему помбили немцы. Это было просто... Ну, это трудно объяснить, потому что это было много крови, и... Это было все страшно. Ровно в 4 утра в Брестской крепости вспоминают защитников. Фраза «Я умираю, но не сдаюсь» теперь обязывает каждого хранить и ценить мир. Победа досталась слишком дорого. Именно поэтому 22 июня несут сюда цветы, зажигают свечи и пускают венки на воду западного Буга. Неизвестные факты того времени сегодня представлены в новой экспозиции «Музей войны. Территория мира». В новом музее более 2000 экспонатов. Часть из них представлена мультимедийными технологиями. Вот на таком экране можно подробно рассмотреть карту немецких лагерей. В Бухенвальде, самом большом лагере смерти, находились более 112 тысяч узников. А это полное ощущение реальности. Вот в таком густом тумане велись бои в Брестской крепости 22 июня 41 года. Фотографии, письма и личные вещи бойцов. Менее чем за два года удалось собрать такую коллекцию. Она дорога каждому. В Брестской крепости третий раз. И всегда, честно говоря, слезно врачуцам глаза при посещении этого объекта. У меня, как и у всех семей, погибли два деда. Так что всех, наверное, коснулась война. Почтить память погибших бойцов цитадели прибыли ветераны из разных стран. 22 июня – роковая дата для каждого. Вот эта земля, Брест, город Брест, это тот, который принял первый удар фашистской навалы. Это тут те первые бойцы, которые ощутили первый удар и погибли. Вы знаете, сегодня настолько вот эта потрясающая атмосфера вот здесь, на этой святой земле, что даже трудно слова подобрать какие-то. Это утро в Брестской крепости запомнится на всю жизнь не только ветеранам, но и будущим защитникам. Мне понравилось, что такое представление меня удивило. Там такая песня, мелодия, такая красивая. И прямо как в кино началась война 22 июня. Трудно поверить, но именно так и было на самом деле. Реконструкторы Белоруссии, России, Эстонии и Болгарии у Северных ворот воссоздали эпизод обороны 9-й погранзаставы под руководством Андрея Кижеватова. В 6 часов утра у гавриловского капонира Кобринского укрепления начинается вторжение. От залпов содрогается земля. Почти как 73 года назад. Я не единожды слышал, когда мама или папа объясняют самому ребенку или дедушка объясняет, как они воспринимают, как это было, что это страшно. И я думаю, что из слов не только экскурсовода, а если еще и родители помогают в этом деле, вот таким образом можно воспитать гражданина. И о важности этой победы еще раз напоминают дети. Среди гостей Брестской крепости сегодня участники акции «Дети за мир» из Азербайджана. В год празднования, 70-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, дружественная сторона не могла остаться в стороне. О защите цитадели азербайджанские школьники читали в книгах, теперь увидели своими глазами. Конечно, сегодня мы когда сюда приехали, очень мы тронуты. Я не смогла держать свои слезы и даже трудноговорить. Сегодня в Брестской крепости более 10 тысяч человек, а в июне 41-го года по различным данным оборонялись от 3,5 до 4 тысяч командиров и бойцов. Тогда фашисты отрезали защитников от воды. К Бугу красноармейцы пробирались ночью, минуя пулеметные вышки и приносили воду раненым. Об этом напоминает скульптура жажда, жажда мира и свободы, самого ценного, что есть в жизни. В главном эфире Анна Рублева и Сергей Лушников.